Всем привет, друзья! Это Рустам и Вероника, русский фамилий-влог. Я уже немного отошла от больницы и хотела показать вам обзор, который я сняла в последний день своего пребывания в отделении неврологии больницы Макожанова. И хочу вам показать, как сейчас выглядят палаты, какие условия, что вообще есть. Напомню, что сейчас отделение неврологии Макожанова находится в здании восстановительного центра, то есть на юго-востоке. Я там была около недели. Мне, в принципе, не то чтобы понравилось, но к персоналу у меня вообще нет никаких нареканий. Врачи, медсёстры, медбратья. В принципе, я считаю, что всё было нормально, хорошее отношение к пациентам. Единственное, я, наверное, не смогу показать полноценно завтрак, обед и ужин, именно чем кормят в больнице, потому что я не ела их питание. Мне приносили родственники, но, скажу честно, именно ужины, конечно, так себе. Там были каши на воде, и, честно, не особо вкусно. А завтраки, вот каши, я снимала, я их ела, было вкусно. И полденьки тоже, и кефирчик с вафельками, либо с пряниками. Разно, каждый день по-разному было. Просто именно еду, питание я показать вам не смогу. Так как моя палата находилась напротив кабинета медсестёр, по понедельникам я со своими соседками могла наблюдать вот такую вот зарядку. В первые несколько дней я находилась в палате для четырёх пациентов, а далее меня уже перевели в палату для трёх. Так вот она выглядит. Здесь всё стандартно. Кровать, кнопка для вызова медсестры, информация о тебе, о пациенте, и тумбочка, на которую, кстати, можно ставить только воду и кружку. А всё остальное это нужно внутрь лежать. На завтрак приносили чай, кашу и хлеб с маслом. За то время, которое я находилась, два завтрака были ещё с сыром. Отделение небольшое, палаты соединены блоками. В каждом блоке по две палаты и санузел. Но также есть общий душ, общий туалет и общая ванная комната. Данная комната предназначена больше для процедур, но кому тяжело использовать душ, может использовать эту комнату. А так выглядит душ. В этом блоке также есть общий санузел. Свою еду и напитки можно хранить на общей кухне. Там располагается три холодильника. Также есть микроволновка, где всё можно разогреть. Просто нужно было заполнить маленький бланк и наклеить на пакет. А что ещё было очень удобно, это можно было помыть посуду. Тут было средство и горячая вода. Плюс сюда стоял кувшин с кипяченой водой. Как вы знаете, сейчас посетители не пускают. Но мы с Русиком встречались через окошко, которое выходит на главную площадь больницы. За всё время было два неприятных момента. Это в приёмном покое мне прокололи вену, после чего у меня остался вот такой синяк. И храп моих соседок. У меня просто очень чуткий сон. И ночами я не высыпалась от слова совсем. Свобода! Как делишки, как праздники, как выходные, чем занимались? Мы, в принципе, были дома. Потому что погода была не очень, было очень ветрено. У меня голова болела, и в принципе, было очень холодно, куда-либо идти. Поэтому мы присидели дома, но тоже делами, какими занимались, важными, нужными. В парк ходили, гуляли. На вечном огне были. Ну, это вы всё могли видеть в нашем предыдущем видео. А сегодня у нас после обеда время около пяти часов. Мы решили съездить на дачу, пожарить мясо там, родителей. И как бы так завершить уже эти выходные. А завтра опять начинается рабочая неделя. Выходные очень быстро пролетают. Ты будешь смыть, когда я буду на работе? Нет. А я быстро туда и обратно. Заедем через Фёдоровку, заедем в магазинчик, купим Кока-Колы. Погода хорошая, кстати. Да, я оделась, как всегда. Шапка, термокуртка, толстовка. А на улице вчера. Ну, вот так вот. Чуть-чуть ещё ветрено, но уже получше. Ну, погнали. Да, кстати, я ещё под фикси такой. Модный, красивый. Помолодел прям. Ну, спасибо. Растам говорит, смотри, Верусь, твой брат идёт. Я говорю, какой брат? Где брат? Он говорит, в шапке вот, тоже парень идёт. Летом всегда... Блин. Яндекс.Такси. Ты всё перекрыл. На ней вот есть проехать. Да-да-да. Да ё-моё. Я хотела показать то, что здесь у нас цветы будут сажать. Вот, на пятаках. Да. На перекрёстке. А Яндекс.Такси решила нам перекрыть вид. Короче, балдеет, балдеет с нами тут. Догнал у нас опять. Пойдём на рынке. Здесь почему-то магазин весь. Разобрали. Да, так странно. Я, правда, не помню, там, по-моему, что-то конфеты с Германии были. Ну, там, в принципе, были павильоны торговые, но вот нет уже. Не так давно я проезжал. Мы же вот снимали эту улицу по Молоково, помнишь, проездка? Когда были паводки. Да, Караганда проезда. Да-да-да. И вот, видишь, мы запечатлели этот дом. А всё, сейчас его уже нету. А он у нас в видео остался. Вот, приколь. Не, правда. Там такое здание было, видно ещё советского типа. Его почему-то разобрали. Что-то новое построили. У нас в видео это есть. Круто. Заехали в магазинчик по дороге. Редко здесь бываем. Но вроде бы как всё есть, когда вот заезжаем. Всё, что нужно. Людей много на остановке, на даче, да? Да, людей очень много. Машин много тоже. А сейчас запустили уже, а ново в пропус. Поэтому стабильно ходит. А река, кстати, стала такая узкая. Помните, как тут всё затопило? А теперь вот, пожалуйста, всё нормально. Проехать можно. На даче всё цветёт. Русик, смотри, как красиво. Всё зелено. Яблонька, черёмуха. Да, всё так классно. Знаете, что это за дым? Это уже шашлычок, жарится. Бежит, 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 медвежонок. Лёва! Лёва, Лёва, Лёва! Лёва, ты где? Теплица вот тоже. Лёвчик тоже шашлык перепал. Тоже накормил его? Да, там столько у него еды, столько мяса. Наверное, он вообще в этот сезон растустеет. Не голодает? Вообще не голодает, точно. Чувствуешь запахи, да, этот? Не палим, не палим. Так, давай помочь. Если чё, это Лёвик. А Лёвик вышел. Лёвик вышел. Чувствуешь запах? У меня нос сейчас не залпит. Да, о, аккуратно. Сморой, о, это черёмуха. Чувствую чуть-чуть тоненькие нотки вот за... О, Лёв, пошли! Пойдём! Я наконец-то тебе этот... Шашхычок. Пойдём, 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 Лёвик! Эй, мохнатый! Мохнатый пёс! Чао, он наступит на грядки. Не, видишь? Красный мокодик. Но сегодня вообще не холодно, да? Да. Баню ещё не топили, да? Нет, ничего. Первый урожай. Ну, нормальная такая. Вот мы её пробовали же в прошлый раз. Вкусно? Ну, ничего. Да, хорош. Лёвик, вот он по грядкам он. Он у меня на зеркалке. Эй, пёс! Крепа! Он вообще, да, так? Он типа и делает, и что он у меня... Ой, красавчик! Ты пойдёшь, что ли? Пойдёшь, что ли? Пойдёшь, что ли?